МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале первое медичинские время новостей в студии Анны Смирнова. Здравствуйте! Вместе с моими коллегами расскажем вам о событиях этого дня. Коротко о главном. Помощь участникам СВО и планы по реконструкции парков. Темы оперативного совещания. Приглашаем всех жителей, гостей городского округа принять участие в удовлетворительных акциях. Благоустройство сквера и очистка пруда на улице Семашко запланированы на конец весны. Специалисты разработали и утвердили единую концепцию. Здесь будет проведено берегу крепления из лиственницы, из шпунта лиственницы, то есть по кругу. Динамика роста впечатляет. В работе на отлично расскажем о предприятии полимер-групп, которое производит материал века – пластик. Сейчас будем приваривать ктулку в емкости. То есть это получается как одно целое. Историю мытищ в новой книге нарисовали юные художники студии «Перспектива». Купола. Видим здесь знаменитую историческую личность Ивана. 55 лет отдала любимому делу. Сотрудники администрации поздравили жительницу Жостова с круглой датой. С днем рождения. Да. Пожелать крепкого здоровья, самое важное. Самое. Минного неба и еще долгих лет жизни. Ой, спасибо. Начнем с главного. Важные вопросы округа обсудили на оперативном совещании в администрации. Напомню, оно проходит каждую неделю в прямом эфире. Среди тем – итоги реализации волонтерской деятельности и планы на 2024. Помимо этого подняли вопрос проектирования благоустройства и реконструкции городских парков. В каком ключе будет выстроена работа по этим направлениям узнаем прямо сейчас. В прошлом году мытищинские волонтеры совершили более 150 поездок в зону СВО и на присоединенные территории. Они доставили тонны необходимой помощи как военнослужащим, так и мирным жителям. Гуманитарные грузы, как правило, состоят из вещей первой необходимости – сезонная одежда, медикаменты, продукты питания и не только. Итоги работы волонтеров озвучили на оперативном совещании в администрации. Многочисленные грузы доставляли самые горячие, точки, где это было необходимо. Общий объем доставленного груза превысил 800 тонн. Это по всему муниципальному образованию. Было доставлено около 250 тонн питьевой воды. В сборе посылок участвуют не только волонтеры, но и активные жители. Из крупных грузов были отправлены автомобиль Нива, квадроцикл, снегоболотоходы, приборы ночного видения, тепловизоры, прицелы, квадрокоптеры, а также подавители дронов. За 2023 год в округе провели большое количество мероприятий, где жители активно передавали гуманитарную помощь. Обычно такие события проводятся в образовательных, культурных и спортивных учреждениях. 23 февраля и 8 марта в Центральном парке культуры и отдыха будет организована акция по сбору гуманитарной помощи. Приглашаем всех жителей, гостей городского округа принять участие в благотворительных акциях. Отдельное внимание в округе отводится помощи семьям участников специальной военной операции. Такая серьезная работа, она требует индивидуального подхода, но главное, чтобы была максимальная эффективность, чтобы и бойцы наши чувствовали там нашу поддержку, и чтобы семьи здесь не были в одиночестве с своими проблемами, когда их мужья выполняют свой долг перед Родиной. Второй темой совещания стали итоги реконструкции зеленых мест отдыха. Изменения коснулись парков Мира, Яуза, Стрекалова и Ветеранов. Там обустроили детские игровые площадки, заменили малые архитектурные формы, установили дополнительное уличное освещение, а также камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион», отремонтировали пешеходные дорожки и дополнительно озеленили территорию. В 2024-м работа на этих локациях будет продолжена. К примеру, в парке Мира площадь для отдыха будет увеличена и модернизирована. На территории предполагается прогулочная зона вдоль реки Яуза, новое освещение с учетом приоритетного проекта «Чистое небо», установка камеры видеонаблюдения с подключением к системе «Безопасный регион», реконструкция «Спорт-ядра». Улучшения произойдут и в Мытичинском лесопарке, где появится локация для занятия спортом – пешеходные, велосипедные и лыжные маршруты. Важно соблюдать все графики, потому что от этого зависят сроки окончания работы. Конечно же, все это хотелось бы закончить, и мы к этому должны стремиться в благоустроительный период, когда еще на улице тепло, и люди могли бы этим воспользоваться в летнее время. Грядущие перемены направлены на улучшение любимых мест отдыха жителей. И главное, как отмечают представители администрации, вести работу по обновлению парков, основываясь на пожеланиях самих мытичинцев. Алексей Попов, Первый Мытичинский. И в продолжении темы. Большой объем работ в этом году запланирован на Перловском пруду на улице Семашка. Водоем появился еще полтора века назад и с тех пор всегда был в центре микрорайона. Со временем объекты пространства вокруг него менялись. В связи с этим разработана и согласована концепция комплексного благоустройства сквера, очистки и углубления пруда. С подробностями Сергей Берзин. Какой горожанин не хотел бы любоваться из своего окна картинами живописного пруда, а утром пробежаться вокруг его берегов? Перловский пруд подходит для этого как никакой другой. Еще в 1871 году купцы Перловы построили его вокруг родника с целью разведения в нем зеркального карпа. С тех пор и воды много утекло, и рыба поменялась. Больше прижился карась. Рыба была здесь очень хорошая. Сейчас после реконструкции, лет 10-15, когда обделали, рыбу запустили. Есть рыба сейчас, держится. Но пруд мелкий. И зарастает вообще тиной. Основное водоснабжение пруда дождевое. Водная поверхность более 2000 квадратных метров. Углубление здесь просто необходимо. И такой проект есть. Мы зайдем в пруд для того, чтобы привезти его в надлежащее состояние. Как, наверное, местные жители знают, то здесь уже и достаточно большое количество мусора. И пруд сам измельчал, зарос. Его глубина сейчас не превышает больше полуметра. Он будет углублен? Да, обязательно. Мы проведем работы по углублению этого пруда. То есть мы планируем, что средняя глубина после завершения работы будет ездить порядка метра полтора. Здесь будет проведено берег укреплений из лиственницы, из шпунта лиственницы. То есть по кругу весь берег заново заменят. Берег укрепят. Прошлой весной в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды и нацпроекта «Жилье и городская среда» было проведено рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2024 году. Сквер у пруда на улице Симашко набрал почти 3,5 тысячи голосов и занял второе место. Совсем скоро здесь демонтируют ветхий причал, будет построен новый. Но главный вопрос – зарыбление очищенного пруда. Также мы предусмотрим и запуск карася в конце, как мы делали на пруду на улице Кромка. Я думаю, что жители... То есть будет рыбный дом? Ну, рыбный пруд мы здесь сделаем. Также предусмотрим зимовальные ямы для карася. То есть это будут дополнительные уже укрепленные бетонные кольца на дне пруда для того, чтобы рыба могла спокойно перезимовать. Раньше здесь действительно был чистый уголок природы. Белки спускались с соседних сосен и брали корм из рук. Теперь и сквер, и пешеходная зона вокруг пруда будут обновлены. Принцип останется тот же. Это такая небольшая прогулочная зона с небольшим сквериком. Единственное, что добавится, это скамейки с навесом, которые будут на пруду. А так все остальное просто будет заменяться. То есть замена плитки существующей, замена причала, который там уже тоже пришел в негодность, который там рыбаки используют. Завершить благоустройство территории планируется к 1 августа 2024 года. Далее наша рубрика о бизнесе работана отлично. Сегодня в центре внимания «Полимер Групп» – компания, производящая материал века – пластик. Срок годности продукции мытищинского предприятия исчисляется десятилетиями. С каждым годом увеличиваются объемы производства и ассортимент, который востребован во многих отраслях народного хозяйства. О динамике роста «Полимер Групп» в материале Сергея Берзина. В ассортименте мытищинской компании «Полимер Групп» более 650 наименований изделий из пластика, и наибольший спрос на них возрастает с началом весны. Это и понятно. Начинается обустройство локальных сетей доставки и хранения жидкостей разного назначения. А для этого нужны пластиковые емкости. За 10 лет своей деятельности предприятие отлично зарекомендовало себя на рынке. Предназначение данных емкостей как для физических лиц, так и для юридических лиц. Также немаловажно отметить форму емкостей. Все емкости предназначены для хранения воды и дизельного топлива. Объемы изделий самые разные – от сотен литров до десятков кубов. Сегодня изделия из пластика принимают любые формы и приобретают новые характеристики. Продукция находит социальное применение для нужд жилищно-коммунального хозяйства, обустройства детских площадок. И вариантов такого взаимодействия становится все больше. Мы не просто увеличиваем объем по конкретной продукции, но мы и, соответственно, расширяем линейку продукции. То есть мы стараемся быть более гибкими к рынку, к спросу. А начиналось все с производства дорожно-строительной продукции. Первый офис открылся именно в мытищах. И за годы работы на рынке они не покидали наш город. Сегодня 12 тысяч изделий ежегодно расходятся не только по округу, но и по всей стране. Велик спрос на новинки, и их предлагается немало. Мы готовимся к сезону. То есть сейчас заказываем комплектующие, завозим их на склад. Комплектующие различные – это отводы, система забора топлива, шаровые краны. Это Подмосковье, центральный регион. С этого склада мы как раз обслуживаем наши маркетплейсы, частные клиенты и небольшие дилеры. Ну что ж, на сегодня полная готовность и комплектация к сроку по индивидуальным заказам. Монтаж втулок для крепления навесного оборудования. Здесь пластик заменяет металл. Если вы сняли оксидный слой, это будет приклейка, а не приварка. Ктулка может отвалиться при более таком сильном ударе, она отвалит ее. При таком объеме давление на корпус емкости и навесное оборудование не меньше, чем на металлические баки. Но это полимер, и он тоже должен выдержать. Сейчас будем приваривать ктулку в емкости. То есть это получается как одно целое. Операция приварки, очень важные детали, занимает не более 15 минут. А вся эта конструкция легче металлической в разы. Она не подвержена коррозии и при правильной эксплуатации будет служить не менее 50 лет. А главное, после завершения ее гарантийного срока изделие легко утилизируется и переплавляется в новое. Вторичное сырье не менее ценно. Сергей Берзин, Александр Соломкин, Максим Силаев, Первый, Мытищинский. Мы вернемся после короткой рекламы. Оставайтесь на Первом и Тищинском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин РФД предупреждает – это мошенники. Раздался звонок с неизвестного номера в WhatsApp? Кто-то настойчиво шлет сообщение в Telegram? Будьте бдительны. Это мошенники. Аферисты придумали новый способ обмана. Теперь своих жертв они ищут в мессенджерах. Только факты. За три месяца 2023 года в России заблокировано почти 100 тысяч телефонных номеров, которые использовали мошенники. Однако вычислять и блокировать звонки из мессенджеров пока не удается. Этим и пользуются аферисты. Как мошенники убеждают своих жертв? Вариант первый. Неизвестный представится лейтенантом полиции, следователем прокуратуры или майором ФСБ. Скажет, что звонит по зашифрованной линии. Будет убеждать, что ваши деньги под угрозой и нужно срочно перевести их на безопасный счет. На аватарке фото человека в форме или эмблема силового ведомства. Неужели это мошенник? Никаких сомнений. Запомните. Сотрудники правоохранительных органов, как и работники банков, никогда не звонят и не пишут в мессенджерах. А фото на аватарке – подделка. Вариант второй. Голос в трубке звучит зловеще. Вы подозреваетесь в госизмене. С вашей карты поступали денежные переводы врагу. Вам грозит огромный срок с конфискацией имущества. Запомните. Это мошенники. Их задача – напугать вас и заставить отдать круглую сумму. Сбросьте звонок и заблокируйте этот номер. Вариант третий. Звонок с портала госуслуг. Вежливый голос уверяет – ваш аккаунт взломан и вот-вот случится беда. На ваше имя оформят кредит, украдут все данные, зарегистрируют несколько сим-карт и используют их в преступной деятельности. Но злоумышленникам можно помешать, если заменить пароль и номер телефона на госуслугах. А собеседник подскажет, как это сделать прямо сейчас, под его чутким руководством. Запомните. Это мошенники. Их задача – получить доступ к вашему аккаунту на госуслугах, чтобы сделать все то, о чем они вам так подробно рассказали. Будьте бдительны. Мошенники придумывают все новые схемы обмана, пугают уголовной ответственностью, обещают баснословные выигрыши, прельщают и легким заработкам. И все с одной целью – выманить у вас деньги. Не доверяйте незнакомцам. Не становитесь легкой жертвой аферистов. МВД предупреждает. Это мошенники. Продолжение следует. О безопасности на дорогах. Более сотни водителей проверили на трезвость сотрудники Матичинской госавтоинспекции. Массовый метод позволил инспекторам ДПС делать это за час. По результатам рейда один автомобилист попался на управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и был привлечен к ответственности. Подробности далее. Нетрезвые водители остаются под усиленным контролем сотрудников Матичинской госавтоинспекции. Особенно в праздничные и выходные дни. Выявить нарушителей помогают профилактические рейды, которые чаще проходят в вечернее и ночное время. За час сотрудники госавтоинспекции проверили более 100 автомобилистов. Среди них один был за рулем в состоянии опьянения. Теперь нарушителю грозит лишение водительского удостоверения. Повышенное внимание инспекторы уделяют и безопасной перевозке детей. В ходе рейдов они напоминают о важности использования специальных удерживающих устройств, которые могут сохранить жизнь и здоровье ребенка. За отсутствие детского кресла предусмотрен штраф в 3000 рублей. Екатерина Шарыпова, Первый Матичинский. К другим темам. «Матичи. История моего города». Так называется книга, которую создали ученики арт-студии «Перспектива» из Центра культуры Подмосковья. Через яркие художественные образы и исторические факты она последовательно рассказывает читателю, как менялась территория нашего округа со времен славянских поселений до сегодняшних дней. Татьяна Горностаева пообщалась с юными творцами. Мы, как всегда, начинаем работу с композицией и с конструкцией. Всегда внимательно следим за композицией, потому что то, как расположены предметы в пространстве, это самое главное. Елена Абдулаева учит детей видеть прекрасное в самых обычных вещах. Художник-иллюстратор по профессии и многодетная мама по жизни знает, как найти ключик каждому ученику арт-студии. Суммируя весь этот опыт свой, я очень захотела сделать такой проект и привлечь детей к изучению истории города и к созданию вот такого визуального, настоящего продукта, книжного. Поскольку я книжный художник, мне это все очень близко. Очень важно встретить в детстве того, кто будет направлять и вдохновлять профессионально. К созданию книги ребята и преподаватели отнеслись серьезно. Работа началась с посещения историко-художественного музея, где узнали факты о создании города, значимых исторических личностях, важнейших религиозных и промышленных центрах. Очень интересно все-таки открыть эту книгу и посмотреть, что же там внутри. Давайте вместе полистать. Конечно, давайте. Древние славяне у нас здесь. Здесь есть само поселение. У нас Ульяна Журавлева делала вот эту часть. Я рисовала славянского мужчину в красивой одежде. Мне было непросто рисовать человека. В этом развороте у нас Тимофей Шиян много всего рисовал. Он рисовал речные судна. Мне было легко рисовать корабли, но мне было сложно рисовать людей. В истории нашего города очень важное значение имеет путь от Кремля до Троицы Сергия Валаврова. Вот что было сложно вот в этом рисунке, как ты думаешь? Я думаю, что сложно было прорисовать все эти окна и купола. Видим здесь знаменитую историческую личность Иван Грозный. Ребят, кто рисовал? Я рисовала Ивана Грозного по картине Васнецова. Он одет в дорогие золотые костюмы. И сложнее всего мне было изобразить узор на этих костюмах. Вот здесь у нас Ксюша Попова и Кира рисовали вот таких вот Елизавету и маскарад. Я бы не хотела ходить в таких платьях, потому что это достаточно тяжело было. Ой, мне кажется, вот это тоже очень красивая композиция такая, да? Композиция, да. Интересный такой расворот. Я нарисовала поднятую руку с палкой, которая указывает людям, что надо делать. Я рисовала Перловскую дачу. Мне она показалась очень красивой. Я хотела передать эту теплоту, вот, хотела проработать все до мельчайших деталей. В Бразилии обязательно вагоны, железную дорогу и корпуса литейных мастерских. В наше время осталась водонапорная башня, которая все еще стоит с тех пор. Книга создана к 400-летию городского округа при поддержке директора Центра под Москве Натальи Рамиры Скрибейра. Огромное вам еще раз спасибо за вашу работу, за вашу фантазию, за вашу любовь к родной земле, к родному краю. По ее словам, ценность этого издания в том, что оно полностью создано и прочувствовано юными художниками. Когда они станут взрослыми, и когда их дети и внуки возьмут в руки эту книгу, и эта сама книга по истории станет уже частью истории. Изучая прошлое своего родного города, ребята уже сегодня создают перспективное будущее. Станет ли кто-то из них известным художником, покажет время. Но уже сейчас они вписали свои имена в историю мытищ. Татьяна Горностаева, Денис Корнев, Первый Мытищинский. В следующем сюжете мы расскажем про почетную жительницу нашего округа Сметкину Нину Сергеевну. Она 55 лет проработала библиотекарем в деревне Жостово. Сегодня Мытищенко находится на заслуженном отдыхе и принимает поздравления. Не так давно Нина Сергеевна отметила свой 75-летний юбилей. Моя коллега познакомилась с ней лично. Мы сейчас смотрим в окно из моего дома на здание бывшей Жостовской библиотеки. В деревне Жостово вряд ли найдется человек, который не знаком с Ниной Сергеевной Сметкиной. Она более полувека проработала сельским библиотекарем. А не так давно отметила 75-летний юбилей. Меня я заместитель главы Нуштаев Павлович. Поздравляю вас с днем рождения. Пожелаю крепкого здоровья, самое важное. Много неба и еще долгих лет жизни. Ой, спасибо. Такой визит стал неожиданным подарком для Нины Сергеевны. За душевные беседы она рассказала о своей трудовой деятельности. В библиотеку она пришла работать совсем юной девушкой. Тогда ей было 15 лет. Я работала от души. Сначала молодая, боюсь, все поручения выполняю, а потом уже поняла, что это мое. Трудолюбие и ответственность позволили ей долгое время проработать на одном месте. Она хорошо знала книжный фонд, оформляла выставки, встречалась с читателями, была частым гостем в местной школе. У меня была очень тесная связь с нашей школой, номер 22, она в пансионате. Я ходила, подготовила какое-то мероприятие только по литературе. И для начальных классов, и для средних классов, и для старших классов. Сегодня с ней за столом внучка Лиза. Девочка вспоминает, как любила ходить к бабушке на работу. Она мне всегда там припрятала какой-нибудь журнальчик эксклюзивный, со всякими раскрасками. У меня там была специальная своя полочка с карандашиками, фломастерами. И я ходила, рисовала и читала книжки, конечно. Нина Сергеевна – почетный житель городского округа. В 2014 году она была награждена почетным знаком отличия за заслуги перед городским поселением Пироговский. В 2014 году вот это получила удостоверение. А на следующий год был год культуры. И в нашем районе проводился конкурс на лучшего библиотекаря. И я получила первое место. Сейчас Нина Сергеевна находится на заслуженном отдыхе. Женщина с гордостью говорит, что она счастливый человек, так как посвятила большую часть жизни любимому делу. Екатерина Шарыпова, Денис Корнев, Первый Мытищинский. К концу программы – спортивный дайджест. Юные мытищинцы продолжают соревноваться и завоевывать медали. Об их достижениях смотрите в нашем обзоре. Мытищинские спортсмены привезли бронзу и золото из Химок, где состоялось первенство Московской области по боксу среди юношей 15-16 лет. Вадим Анисимов в весовой категории до 66 килограмм взял первое место. В весе до 50 Никита Бандеев стал третьим. В первенстве ЦФО по универсальному бою, который прошел в городе Домодедово, наши спортсмены также показали высокие результаты. В копилке оказались сразу 5 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых медалей в разных весовых категориях. В городском округе Щелково прошел чемпионат Московской области по легкой атлетике. В тройном прыжке среди юношей первое место занял Владимир Хаустов. Среди девушек отличились Полина Шунаева и Адель Шафикова, которые удостоились серебра и бронзы. Наши юноши 2010 года рождения вернулись с фестиваля баскетбола среди команд ЦФО со вторым местом. А Даниил Шупиков был признан лучшим форвардом и вошел в символическую пятерку. Мытичинские баскетболистки 2007 года рождения тоже показали высокий результат на первенстве в Московской области в городе Красногорске, взяв серебряные медали. Званием лучшего игрока команды награждена Мария Петровцева. Двойное золото на Зимнем Кубке России по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата завоевал спортсмен из Мытич Даниил Куранов. Он выиграл забег сразу на двух дистанциях – 400 и 800 метров. Поздравляем наших чемпионов! И в завершении напомним. В пятницу на нашем телеканале выйдет новый выпуск программы Мытище Православной из цикла «Апостолы». На этот раз речь пойдет не просто об ученике Христа, а о его братье Иуде и Яковлеве. Иуда Яковлев не тот, который предал, тот, который остался верен до конца. И при этом очень много споров и домыслов связаны и с его происхождением, и даже с его именем. Иуда Яковлев был искренним. Он искренне не хотел видеть Иисуса равным себе. Он далее так и последовал за Христом, вплоть до своей кончины. Это урок. Это пример. Пример вдохновляющего, знаете. Мытище Православной – это искренний разговор о Боге и вере. Авторский проект моей коллеги Дарьи Ильинской. Не пропустите на нашем телеканале в пятницу в 20.00. На сегодня все. Спасибо, что были с нами. А прямо сейчас прогноз погоды. Напоминаю, что смотреть наши новости можно в Телеграме, ВКонтакте и Одноклассниках. Берегите себя и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин